Йо-хо-хо! Всем привет, народ! С Новым Годом вас! Йо-хо-хо! Йо-хо-хо-хо! Вот и снова год закончился, а мы до сих пор носим маски. Ох, я уж чувствую, что кто-то из нас проснётся завтра лицом в салате. Или, может, под ёлочкой. А, впрочем, неважно. Сегодня у нас необычный выпуск. В этот раз наши спонсоры расщедрились и вместо одного смартфона мы разыграем их оооочень много. Как принять участие и что нужно сделать, я расскажу позже. Ну что, погнали уже! Хе-хе-хе-хе. Ла-ла-ла, успокойся, успокойся. Так, хе-хе-хе, я вроде в норме. Извини за слёзы, просто не мог не остаться равнодушным после увиденного пранка. Там парнишка пришпандорил в торговом центре наклейки розеток, и люди реально подходили и втыкали в них свои зарядки. Да блин, там вон некоторые даже реально не понимали, что не так, и всё продолжали вставлять хе-хе-хе и штекер. Вот и я нашёл такую же штуку в интернете. Твои креша явно не будут этого ожидать, а значит, вероятность успеха близится к 100%. Главное, не забудь снять на камеру... Пот, как тебе известно, въедается не только в кожу человека, но и в одежду. Если с первой помогают дезодоранты, то со второй может помочь такой вот мини-гаджет от Бош. Я даже представляю рекламный слоган. Машинка Бош. Включай и ебош. Включаешь его, загораются белые лампочки, подносишь к одежде, их цвет поменяется. Ты проводишь по небольшой местности, поднимаешь, и так по кругу, почти как утюгом. Суть в том, что устройство забирает воздух, работает как кондиционер, выводя запах и попутно освежая одежду. А это настоящий набор тактических ножей для тех, кто ловит кайф от оружия. Здесь не просто один мини-ножечек в африковом окрасе, а настоящий комплект из всего, что только можно. Тут и мачете, и керамбит, и карманный нож с пружинным механизмом, и дубинка выдвижная. Да я с ним в зомби-апокалипсис запросто выживу. Причем это реально рабочие лошадки. Цвет минималистичный. Хотя оно и к лучшему, я думаю. Как не потерять телефон? Легко. Не носи его с собой. Тогда что нужно сделать, чтобы никакой поганый воришка не вытащил его у тебя из заднего кармана? Во-первых, конечно же, держать его под рукой. А во-вторых, есть такой вот якорь. Звучит забавно. Думаешь, он реально помогает? Да бред собачий. Если вор реально захочет украсть телефон, он рванет его так, что этот самый якорь тебе штаны порвет и улетит с самим телефоном. Поэтому лучше думай, куда кладешь девайсы и не считай ворон. Хочешь максимально почувствовать себя каким-то монахом, отвлеченным от всемирной суеты? Тогда, по ходу, разрабы этих часов создали их для тебя. Они сделаны в виде раскаленного камушка. А по периметру изделия присутствуют трещины, и они подсвечиваются. Ну а главный прикол. Из этих трещин идет дым. Даже не знаю, захочется ли просыпаться, или наоборот поклонит в сон. Близится Новый год, а значит, пора тебе подумать и об украшении своей будущей елки вместе с комнатой. По-моему, идеальным классическим решением считается гирлянда. Именно ее я и хочу тебе показать. Чем она мне понравилась? Ну, в первую очередь, своей длиной. Трех метров должно хватить на украшение любого элемента. Во-вторых, она подключается через USB. Ну и в-третьих, производители дают трехгодовую гарантию. А это что-то значит. А эта штука точно не для слабонервных. Если ты боишься всего острова и вообще бреешься по несколько часов, то вряд ли у тебя хватит смелости заюзать эту бритву. Ну а если ты настоящий мужик или настоящая суровая леди, то погнали скорее смотреть. По сути, это мини-обод, на котором есть несколько бритв. Сам корпус гнется и крутится в разные стороны. Сломать его не выйдет, поверь. Ей легко можно побрить как спину, так и ноги. Главное, сильно не давить, а то, мне кажется, пораниться можно. Чистить ковры – затея не из самых приятных. Как минимум из-за их больших габаритов и нереальной суеты, которой в эти моменты будто не может не быть. Однако упростить себе жизнь можно при помощи следующего скребка. Он имеет приличную длинную ручку и широкое основание. Ковры не цепляются и в то же время достойно выжимаются. Поэтому нанесли средство, оставили ненадолго и стерли его такой вот фиговиной. По-моему, прикольно. А это у нас очередной хлам с Алиэкспресс. Усилитель выхлопа, наподобие турбо, или можно еще назвать свисток для выхлопухи. Стоит недорого, устанавливается прямо в выхлопную трубу. Стоит учесть, что свисток закручивается отдельно, и советую затягивать его посильнее, иначе после первой поездки ты его потеряешь. После всей этой процедуры можно смело бежать в салон автомобиля, нажать на газ и... Понять, что это говно тебе совсем не нужно, и вообще звук без этой приблуды гораздо лучше, не понимая откуда у товара тысяча заказов. Вот согласись, садишься вечерком за комп в надежде поиграть в игру, а наушники ну вообще не хочется надевать. Голове как-то сразу неудобно. Если только что прозвучала жиза, то задумайся над приобретением колонки. Есть вот такой вот вариант от LG. Она создает 3D-звучание, красиво светится, имеет встроенный микрофон и синхронизируется со звуковой картой. В общем, тут полно всяких фишек. Да и производитель не какой-то там подпольный завод в Малайзии. А это интересная штука под названием держатель кабеля мышки. Ты ставишь его на стол, подключаешь к компу при желании, чтобы работала подсветка, ну и продеваешь через держатель кабель от мышки. В итоге сам кабель находится где-то в стороне и не мешает тебе под рукой и не залетает за стол, из-за чего не придется постоянно подтягивать его к себе. Короче, если меня смотрит какой-то геймер, он уже с первых секунд понял, о чем я и зачем это нужно. Поэтому имею в виду, цена вроде приемлемая. Слушай, ну а это устройство, походу, вообще придумали те же египтяне, что создали непонятно красивые пирамиды, до которых и сегодня не могут допереть ученые. Имею в виду Next Level изобретателей. Хотя, это посерьезнее каких-то там пирамид. Тут решилась проблема мирового масштаба – продевание нитки в иголку. Короче, теперь ты просто как на видео вставляешь иголку в дырочку, кладешь снизу нитку, жмешь на рычажок, Опа! И все, дело сделано. Даже такая слепая курица, как я, теперь довольна и чувствует свободу. Наушники, наверное, главный аксессуар для каждого уважающего себя геймера. Особенно для того, кто рубится в шутеры. А я тебя знаю, ты тот еще, стрелялкин. Поэтому зацени эти уши. Во-первых, они красивые. Ну куда же в 21 веке без подсветочки и без умопомрачительного внешнего вида. Во-вторых, тут есть пульт, который регулирует громкость, врубает-врубает микрофон. И знаешь, что делает? Включает 7.1 виртуальную реальность. Объемный звук, иными словами. Своих денег стоит однозначно. Обязательно присмотрись, если ищешь аналог своим. Если ты настолько много времени провел в игре в Киберпанк, что теперь мечтаешь о роботе-собаке вместо настоящей, то поздравляю тебя, мечта сбылась. Есть такой вот песик. Зовут его X-Go Mini. Суть проекта в том, что он управляется через приложуху на телефоне. Да и ведет себя, ну, прям в точности, как живая собака. Повадки реально не отличить. Выдает только внешка. У робота даже обратная связь есть. Он распознает объекты, делает жесты, короче, умнее многих людей будет. Следующий инструмент будет актуален при чистке разных поверхностей, к которым можно отнести и кухонную плиту, и стол, и какое-нибудь зеркало, или еще что. Электрическая щетка приходит в комплекте с несколькими насадками. Одни подойдут для более бережной чистки, другие же, наоборот, идеальны для жесткой и шершавой поверхности. Инструмент, конечно же, не бесшумный, но звук более чем терпимый. Качество чистки также удовлетворительно. Устройство приходит с микро-USB-адаптером для быстрой зарядки, которой хватает на 2 часа. Вау! А вот это, мой дружочек-пирожочек, реально годная вещь. Если ты вдруг собираешь комп в 2021 году, хотя такое маловероятно, то вот тебе прикольный вариант корпуса. Он выполнен в форме миниатюрного Макларена. По-моему, идея свежая, я реально такого не припомню. На очереди у нас необычный нож, длина которого составляет 21 сантиметр. По сути, он ничем не отличается от остальных приборов, за исключением одной важной особенности. Снизу у него имеется дополнительный фиксатор. Он позволяет совершать точную резку, не ошибаясь в ширине или длине. Звучит это все, конечно, круто, но по факту нож нужен тому, кто не умеет колбасу или сало одинаковыми кусками нарезать. Выставил фиксатор, и работаешь по нему. Точно не ошибешься. Вот скажи, ты хотя бы когда-нибудь в своей жизни мечтал поохотиться на рыбу ни удочкой, ни сеткой? Не-не-не, и не копьем, как в сериалах про выживание. Ну, например, рогаткой, чё скажешь. Эта модель пуляет отнюдь не камушками, а реальными стрелами. Попади такой в рыбу и только успевай прыгать, пока на дно не завалилось, называется. Поэтому, если тебе нечего делать, и ты готов весь день стрелять по одной рыбке, бери на заметку. Кожаные изделия и в особенности сиденья автомобиля являются довольно непростыми с точки зрения ухода. Раньше я думал, что если сидушка пришла в негодность, то её пора выбрасывать и брать новую. Хренушки. Ведь оказалось, её можно реставрировать своими руками. Для этого сперва обезжиривается поверхность, затем она шлифуется, следующий этап нанесения краски – её последующая сушка подручными материалами. А в качестве вишенки на торте выступит распылитель. Вот так люди и делают из говна конфетку. А это знаешь, что такое? Это часы, конечно. Только на них, на секундочку, нет ни единой стрелки и вообще нет экрана. Как тогда они показывают время? Создатели решили сделать компьютерные клавиши прям по всему их периметру. Время показывается как в 12-ти, так и в 24-часовом формате, но по порядку. То есть кнопки загораются по очереди. Также здесь можно настроить даже месяц с годом. Часики интересные, но на любителя. Денег своих не стоят. Геймеры на месте? Ну по-любому да, поэтому скорее смотри, что у меня есть. Такую штуку я у какого-то стримера на Твиче видел совсем недавно. Это клёвый сенсорный экран, который сильно упрощает жизнь компьютерного обывателя. Мечтал стримить и быстро менять показываемые сцены? Мамка часто врывается в комнату и приходится вырубать микрофон? Всё это и многое другое можно выполнить в один клик, нажав на нужный значок экрана вот этой штуки. Достойный гаджет. О-о-о, братан, походу я нашёл нашего с тобой спасителя. Знакома ситуация? Играешь в приставку, параллельно ешь, а руки из-за этого становятся грязными. Меня это бесец бесит. Потом вся клавиатура жирная и с крошками. Оказывается, добрые люди давным-давно придумали такие палочки. Это чё-то типа тех, что с роллами приходят, но тут попроще, не парься. Крепишь их между пальцами и ешь, не пачкай девайсы. Хренатень, одним словом. Это DIY-набор с возможностью быстрого создания эффектов. При полной сборке получается вот такой кубик. Вот даже не знаю, что сказать. С одной стороны, это супер. Очень понравился и процесс сборки, и результат, даже с учётом тех особенностей работы, которые есть. С другой стороны, сборка заняла много времени, так как я слишком мало этого самого времени уделял кубику. Так что, если кто-то решит повторить процесс, готовьтесь к долгой и довольно монотонной работе. Есть чуваки, которые любят вот эти, знаешь, маленькие такие BMX-ы, велики, на которых они вытворяют разные трюки при помощи пальцев. Не знаю, как ты, но, как по мне, чушь собачья. Ну, в смысле, как-то всё неудобно. Возможно, это я старпёр с жирными пальцами. Это, я бы даже сказал, более вероятно, что так оно и есть. Но всё же. В общем, вот для тебя ещё один варик развлечения. Это не велик, а ролики. Суть тут та же. Управляешь ими пальцами, меняешь колёсики, ухаживаешь, как за настоящими. Делаешь трюки и тому подобное. А вот и конкурс. Чтобы выиграть этот смартфон, тебе нужно всего-то. Подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и написать любой комментарий, кроме хутора. Серьёзно, заколебало уже. А теперь самое интересное. За каждые 10 тысяч лайков под этим роликом мы разыграем один смартфон. Но на всё про всё у нас есть ровно месяц. То есть, если ролик за месяц собирает 50 тысяч лайков, то в общей сложности будет разыграно 5 смартфонов. Всё зависит только от вас. Победители будут объявлены в ближайшую пятницу в группе ВК. После того, как ролик соберёт первые 10 тысяч лайков. Всем удачи и с Новым годом!